так окей все начнем самого начала в общем я до этого изначально показывал что я проект создаю на основе java enterprise а но я буду создавать сейчас на мало не малан это такая библиотека архитектурное решение которое помогает нам стягивать зависимости в наш проект без например прилагать в общем не приходится прилагать или большие усилия заходить куда-то джарку скачивать потом заходить в library добавлять туда и только после этого получается у нас зависимость подключена в проект вот малан по сути это все делает за нас собирает весь проект билдит его из него джарку делает и так далее то нужно для того чтобы или жарку или варку вот это нужно для того чтобы брать и условно варку или джарку закидывать в сервере и сервер том как уже будет брать ее разворачивать и проект запускать ваш внутри этого сервера вот в целом маван сейчас нужно понимать что мавану нужен нам для того чтобы мы могли просто быстренько подключать зависимости вот в целом и все и когда в иной чтобы собирать сам проект быстренько и закидывать на сервер вот у меня получается есть уже проект на маване вот ваш проект новый я не буду создавать в целом он создается следующем то есть заходите file new до project здесь мало выбираете дали next тут имя пишите ему можете артефакт это прописать если нужно но имя напишите и все его создастся проект на мало не теперь я открываю наши два проекта можно спросить эфир запустили вы я эфир за не запустил тебе дурень я думал можем не что-то гонит вот ну в целом вот мало мавану проектов здесь мало да вот spring кстати сразу можно создать но нам сейчас мало вот городу городу мало что-то похожее просто граду новее как технологии вот скажем на мало вы не созданы нам а воде сейчас проектов валами нога наград листом но небольшая разница не хотя градула это уже как там получается под капотом у граду уже используется груви язык уже целый язык для граду а поэтому граду сложнее чем мало вот создаем на мало не проект здесь пишем какое-то наименование проекта здесь маленький то артефакты настроить на целом такое версия нашего проекта можно версию но как бы 11 версия версионной знаете да может бывает во всяких предложу версии сделал для того чтобы можно было потом откатиться как предыдущий теннами вот у меня есть получается проект проект проекты вот он бэкэндом не в пойти сейчас снова открою угадан теперь вот проект сам все малым клинт сделаю проект проект он из себя представляет структуру mvc mvc это модул view контроллер модул вьюшка это то что возвращает просто не совсем модул view контроллер потому что view это когда у нас сам сам контроллер отображает страницу вот но у нас как бы контроль он не отображает страницу поэтому такой неполноценный у нас контроллер просто возвращает данные вот то есть что я подразумеваю под возвращением страниц то есть вы беретесь и html пишите да так называемый сервлет здесь html код пишите тут не знаю апдейте там обновите и отсюда возьмете и выкинете и по сути у вас получится html страница такая который выплевывает по какому-то юрлу мы этого делать не будем у нас это будет просто контроллер который на котором делаем запрос и он нам возвращает данный вот начнем отсюда с самого начала сейчас вот пом xml файл это файл который относится к мауну здесь получит версия программ варку фигура у нас зависает конкретно мне тоже у меня у 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 Соломик, может, перезайдёшь? Чё-то вообще плохо слышно. Приём. Слышно? Вот, слышно. Слышно. Ой, чё я прекратил-то. Сейчас стрим идёт, получается? Я экран не вижу. Чёрный экран. Чёрный экран. Сейчас. Мы не расчистываем, мы являемся чёрным. Сейчас мой заработал. Да? Да, всё работает. В целом, билд конфигурации здесь описывается, с какой версии будет компилироваться ваш проект. Здесь вы говорите, там, восьмая джава. Вот, здесь версия сборки. Ну, то есть, это типа плагин, который билдит в варку, короче. Ну, я, честно сказать, точно не могу это сказать, но я предполагаю, что он именно это и делает, потому что здесь Mavon War плагин. Вот. Он берёт и он может взять ваш проект в варку собрать. Далее вот здесь идут dependency. Dependency – это зависимости. Есть такая библиотека Mavon Repository. Вот на неё ссылка, да? И в этой библиотеке лежат все dependency. Ну, то есть, библиотеки, которые там написали другие прогеры, которые крутые, которые работают всё чётко, вы их просто берёте, подключаете в свой проект и переиспользуете ихний клад. Это всё создали. Вы просто переиспользуете писать много раз. Вот. И вот они подтягиваются из этой Mavon Repository. То есть, ну, сайт Mavon Repository – это вот он. Сюда ставить его. Здесь вот они все зависимости. Здесь просто прописываете зависимость, которая вам нужна. И, ну, давайте, допустим, какой-то Gasson, да? Можно такой прописывать. Я как-то виблиотеке добавлял, да? Так же делаю. Да. То есть, сюда заходите в этот Gasson, допустим, выбираете версию, которая вам нужна. Вот это, например. И вот этот код скопируете, да? Ставите в... И эта библиотека сама подтянется с помощью Mavon. Mavon возьмёт по вот этим данным, да? То есть, основываясь на вот этих данных, пойдёт и стянет, допустим, библиотеку Java, EE, Apple версии и так далее. Java, Javax, Servlet, Servlet стянет и так далее. Ну, то есть, здесь множество разных зависимостей. По вот этому моменту понятно? Ну, то есть, с зависимостями. Ну, то есть, они возьмутся и сюда вот подтянутся. Видите, разные зависимости здесь. Помните, мы, типа, заходили в File, Project Structure, здесь брали в Library, заходили, здесь брали и Jark'у добавляли. Вот здесь, получается, это всё вместе, уже идёт вместе с проектом. Слова. А вот это, ну, вот отдельно вот через Liberties устанавливали этот JSON. Получается, не нужно его устанавливать? Нет, если вы через Mavon создали проект и его с помощью вот такого dependency подключили, то, в принципе, нет, не нужно. То есть, потому что вот это, с фрака, да, условно, 5 строк, они сами стянуты к библиотеку JSON. А вот это где находится, куда ты их закидываешь, вот это вот открытое у тебя окошко? Вот это, это Omex.aml файл. То есть, он появляется у тебя, когда ты новый проект создаёшь на Mavon. Да, вот. Example просто назову для примера. Я его сейчас создам, в новом окне открою. Вот, видишь, у меня, получается, я проект рассказал. Здесь есть Omex.aml. И здесь уже я, получается, буду писать. То есть, создам тег такой, как dependency. То есть, в множественном числе. И внутри буду писать все свои зависимости. Они будут подтягиваться уже в проекте. А вот сверху это ссылку можно написать, да? По какой ссылке можно будет обращаться к нам, да? Ссылку по ссылке. Ты что, имеешь в виду вот это, что ли? Да, я вот сверху. Это просто конфигурации, откуда что нужно. Ну, они, в принципе, стандартные остаются. А, я думал, это что-то изменять. Здесь путь, короче, к Mavon, чтобы он скачивал. Вот это надо пересоздавать, да? Новую делать класс, который вот мы же делали. Я создал который. У меня здесь... Нужно на Mavon не создать. Я, по-твоему, урок просто один создал, а тут Mavon нет. А вот с Mavon. Да, Mavon нету. Короче, те же самые пакеты все туда ложишь, да? Да. По-моему, можно вот так даже сделать. Сейчас я скажу. Нет, просто... Да, просто свои... Возьмешь, что проект создашь на Mavon и свои пакеты вот так, из SRC, у тебя они вот сюда в Java закинешь и все. Ну, как я это сделал вот здесь. То есть я взял свои из SRC, вот сюда в Java закинул контроллеры, пакеты, все эти, и все. Чтобы не переписывать, как ты их копируешь так? То есть ты берешь вот так, через Shift зажимаешь, выделил Ctrl-C и вставляешь в Java. Еще вопросы есть, непонятно, по-малому? Вот этот момент непонятно или кому-нибудь? Ну, все вроде бы одинаково. По функционалу там... Ну, то есть, помимо того, что у тебя проект создан через Mavon, он просто тебе дает возможности собирать этот проект Mavon, потом подключать зависимости, очищать этот проект. Ну, разные, видите, есть функции. Если вы берете сюда Mavon, заходите, можете взять Clean, выполнить, и у вас билд, который собирали, он очистится. Например, нажмете Install, он возьмет и соберет этот проект. У вас папка здесь появится, допустим, там, варка появилась, Install, да, там, все. Тесты прогнали. Тесты – это отдельная тема, можно будет потом еще. Крутая тема, в общем, тестирование своего кода. Ну, в целом, вот проект весь. Он здесь собирается, и варка здесь лежит, и так далее. Кстати, вот здесь, если вы посмотрите в вебе, здесь еще библиотеки ваши, которые вы подключили. Видите? Они сразу уже в комплекте идут. Для того, чтобы когда вы на сервер берете, загружаете эту папочку, у вас же вот эти классы скомпилированы, а эти скомпилированные классы смотрят на вот эту библиотеку. Если их не будет, получается, у вас будет ошибка, потому что, как бы, он библиотеку джейсон не видит, или библиотеку из постгресса не видит. Поэтому Маун, как бы, собирает, как нужно. Вот. Вот так. Есть вопросы какие-то? То есть, по вообще созданию проекта, то есть, вы берете через... или нету? Записываете, да? Да. Окей, ладно, поехали дальше. Теперь мы остановились на том, что мы хотели собрать этот проект и вообще показать, что вот это за структура пакетов, почему их так много стало и так далее. это сделано для того, чтобы мы могли четко разбить наш проект на какие-то отдельные куски, чтобы, допустим, контроллеры, так называемые, да, контроллеры вообще функцию выполняют того, что они принимают извне какой-то запрос по какому-то URL. Это, по сути, методы, которые можно вызвать, да, из URL-а и к ним, в них передать какие-то параметры и так далее. И можно получить от этого метода какой-то ответ на сторону, словно, браузера, неважно, что вы будете использовать. Ну, это такие методы, которые можно вызывать через URL-строку, да. Вот, теперь, я думаю, это понятно. Entity — это сущности, которые описывают нашу базу, базу данных, то есть нашу таблицу, которая у нас будет, я ее создам, таблицу Person. Потом мапперы — это классы, которые берут и из Entity конвертируют в DTO, и, например, из JSON конвертируют в DTO, из DTO конвертируют в JSON и так далее. То есть вот здесь, в этих мапперах, описана логика, которая это все делает. То есть она преобразователь, да, наш, по сути. Вот, модели — это как раз-таки модели, это классы, которые используются в контроллере. То есть когда вы отправляете какие-то данные и так далее, вы как бы берете JSON-строку, преобразуете в DTO, потом DTO преобразуете в Entity. То есть помните, я вам рассказывал раньше, как работает DTO. То есть к чему относится DTO? DTO относится как раз-таки к контроллеру, к контроллеру и к клиентской части. А Entity относится к сервису, репозиторию, да, и к бэкэнду. Вот это не к бэкэнду, а к базам данных. Вот. То есть относится к сервису, да, репозиторию и к базе данных вообще. Ну, то есть имитирует вашу таблицу и так далее. Вот эти два разделения. И вот Entity, она может преобразовываться в DTO, а потом отправляться в клиентскую часть. Также DTO может преобразовываться в Entity и сохраняться, допустим, в базе данных. Вот. то есть по сути, то есть по сути, это два класса, которые отделяют работу. Один как бы работает для... с клиентской частью, да, там, с нашим swing'ом будет он работать, это DTO. А Entity, он будет работать строго с базой. Вот. репозиторий, репозиторий, у нас был уже репозиторий, это... здесь описываются GDBC-запросы, GDBC-запросы, которые берут и имеют возможность обращаться в базу данных и работать с ней. То есть вы описываете в репозитории какие-то методы, то есть Add, Delete, View, Search и так далее, какие абсолютно вам нужны будут, да, то есть вы, которые хотите реализовать, вы здесь описываете работу с базой, потом из сервиса берете, вызываете репозиторий, да, и получаете данные или сохраняете данные. Просто в репозитории строго описывается работа с базой данных. В сервисе описывается работа, просто когда вы из репозитория данные получили, вам, не знаю, нужно будет примерно отсортировать или соединить несколько данных, преобразовать там или еще какую-то сервисную логику такую, бизнес, вот такую прям, как бывает же, такая логика, которая, ну, то есть прям логика, логика, скажем так, то есть не просто запрос в базу, а прям логика какая-то здесь описывается в сервисе. И здесь идет цепочка. Как она выглядит? У нас контроллер есть. Контроллер, в контроллер прилетает какой-то запрос, его вызывает какой-то клиент, клиент вызывает контроллер. Клиент, это у нас равно swing. Клиент равно swing. Из swing мы вызываем контроллер. Контроллер в свою очередь берет, идет в маппер, маппер, идет туда, потом он, маппер, возвращает в контроллер уже сконвертированное что-то, да? Далее он идет не из маппера, получается, ну, давайте вот так я уберу маппер, то есть он идет в маппер, как бы это нарисовать, сейчас я нарисую. он идет в маппер, и в маппер ему, получается, возвращает ладно, так и ставим. То есть он идет в маппер, маппер ему возвращает контроллер уже сконвертированное что-то, ну, допустим, условно, вы взяли, получили JSON строку, вы хотите сохранить персона, вот, теперь вы через маппер этот JSON преобразуете в объект, далее объект возвращается в контроллер, вы из контроллера вызываете, ну, то есть вы из контроллера передаете этот объект в сервис, сервис передает его, в свою очередь, в репозиторий, и все, далее он его берет, сохраняет в датабейс, да, датабейс сохраняет и говорит, там, я сохранил, если он, то есть все нормально прошло, он сохранил, то вы как бы ничего не возвращаете, но если ошибка не вернулась, да, по сути, то это означает, что в принципе объект сохранился, но если вы отсюда прокинете ошибку ему в клиент и скажете, что у меня здесь там что-то поломалось, да, то он поймет, что у него сохранение произошло, и вы вот здесь в свинге отобразите, что произошла ошибка, там, не удалось сохранить, там, у вас там что-то не то и так далее, то есть вот такая логика, и сущностей у вас будет много, сейчас я объяснил это на примере персона, но у вас может быть их там, не знаю, 40, 50, 60 разных, одна сущность персона там по-своему работает, потом там контакт по-другому работает и так далее, так далее, так далее, то есть сервисы какие-нибудь там, в общем, может быть много, вот, поэтому, ну, по сути, проект, даже если я вам реально покажу, на спринге, но он очень похож на вот эту структуру, и вы, думаю, уже будете понимать, сейчас, вот, смотрите, нет, это нехороший пример, вот, а тут у, да, вот здесь, если вы увидите, вот, видите, то есть, здесь есть контроллер, домейн, это entity, а модель, это DTO, репозиторий, это база, сервис, это сервис, вот они все, то, что вам нужно, и здесь их может быть множество, видите, разные контроллеры, это, допустим, чарс контроллер, это контролл контроллер, там, это дженерик куб колумн контроллер, то есть, и их может быть множество, вот, и каждая из них имеет свою модельку, да, то есть, чарт DTO, имеет там, чарс контроллер, имеет чарс DTO, имеет чарс entity, да, имеет условно в сервисе чарс сервис, имплементацию чарс сервис, ну, это, получается, интерфейс, вот это интерфейс, это его реализация, и этот интерфейс, получается, он, он берет из репозитория, из объекта репозитория, достает, видите, методы какие-то, find all, и они ему там возвращают что-то, ну, вот, репозиторий, вот они, вот и все, то есть, чарс репозиторий, и все, по сути, сущности, имеют свои, вот такие контроллеры, и так далее, каждая из сущностей, имеет вот такую дорожку, вот это нужно понимать, поехали дальше, я думаю, это понятно, или непонятно, почему такая иерархия, почему все разно, понятно, теперь, в общем, вкратце, скажем так, что это сделано для того, чтобы разбить код, на такие подфункции, которые каждый выполняет свою роль, то есть, контроллер, он выполняет свою роль, там, репозиторий, выполняет свою роль, сервис выполняет, это более грамотно и понятно, зато потом в будущем читать код, это быстро и понятно, вот, поехали дальше, теперь, мы заходим в персон контроллер наш, и здесь нужно вот это удалить, это нам не нужно, да, все, вот, здесь мы сделаем option, здесь сделаем вот так, теперь, это пост, вот здесь это тоже уберем, нужно нам, и так далее, в сборке везде сделаем, видите, что работает, теперь, что происходит здесь, мы создали наш персон контроллер, создали здесь объект персон маппера, он, в свою очередь, что сделал, он подтянул вот этот объект, да, здесь уже описаны все маппера, то есть, все преобразователи, да, описаны, далее, мы создали здесь, сферный персон сервис, и, подтянули, скажем, его реализации, но они еще не реализованы, вот, контроллер, да, он бывает маппер, вот этот объект, подключает, вот, контроллер, далее, этот контроллер, помимо маппера, подключает, вот, этот объект, персон сервис, вот, здесь можно, вот, так, создать пакет, импл, и сюда, закинуть персон сервис, ну, то есть, это будет просто интерфейс, а здесь уже будет имплементация интерфейса, разобьем еще, так, у нас, здесь, получается, создались два объекта, один вот этот объект, который мы описываем, второй вот этот объект, нереализован, далее, здесь нереализованным, создается еще один объект, персон репозиторий, свою очередь, вот этот объект, но он вообще не описан здесь пока, но здесь будет описание, опять же, описание, там, запросов разных, базу данных, и так далее, здесь мы будем брать, создавать, connection gdbc, и делать запрос в сторону BD. Теперь, как у нас работает вот эта логика? DoGet, DoPost, DoPoot и DoDelete. Это четыре разновидности запроса. Есть такое понятие, как HTTP-запрос сам по себе, когда вы просто запрос делаете на странице, он работает как получатель каких-то данных со стороны базы данных. То есть, когда вы в юрле прописываете здесь какой-то запрос, он по дефолту у вас выполняет как запрос. А чтобы выполнять пост-запрос и так далее, другие запросы, это уже нужно будет делать конкретно какие-то из-за программирования и так далее. Ну, и не только бывают такие функционалы, которые дают такую возможность. Но в целом вообще брали этот стакан, он делает только где-то, как здесь юрпишки. Вот здесь вот сюда. И он... Нет. Это, наверное, что-то такое интересовало, слышно, бля? Ну, думаю, сейчас нормально. Сейчас более-менее. Да, нормально, думаю, он сейчас... А, нет. Ненормально, да? Вообще нормально. Нормально, нормально. Может, что-то грузит? Да, что-то он... У меня что-то интернет вообще тупит. Вот. Короче, я думаю, все понятно. Закрываем. Понеслись контролем. Вот есть разновидности запросов, да? И эти разновидности, они получаются... То есть вы можете разного рода сделать запрос. Это сейчас попозже чуть-чуть. Смотрите. Get-запрос — это запрос, который просто возвращает строку. Post-запрос — это когда вы передаете что-то на сторону бэкэнда для того, чтобы сохранить что-то. То есть смотрите, когда вы хотите просто получить персона, да, то вы выполняете Get-запрос. Потому что Get-запрос, он предназначен для того, чтобы просто получать данные, не передавая каких-то параметров в сторону контроллера или в сторону бэкэнда нашего, не передавая никаких данных. Post-запрос, он конкретно предназначен для того, чтобы вы передавали что-то для сохранения каких-то данных. Но пост-запрос тоже может вернуть ответ. Просто сам по себе пост-запрос, он говорит о том, что вы передаете в этот метод какие-то данные, да, скрутый объект, там, персона объект и так далее. Put-запрос — он аналогия пост-запроса, но только Put-запрос применяется всегда для обновления чего-то. То есть вы сохранили персона, да, а потом его хотите обновить. Так вот, Put-запрос нужно использовать именно в этом случае, когда вы хотите обновить какую-то сущность. То есть вы берете, там, создали персона, потом говорит, дайте я его обновлю. И вы тогда берете и делаете Put-запрос. Как делать разновидности запросов, я покажу чуть позже. Вот. Далее идет DoDelete-запрос. Это, ну, естественно, понятно, думаю. Это запрос четко для удаления какой-то сущности. То есть вы описываете этот метод для того, чтобы удалить, например, того же самого какого-то персона. Вот. Далее мы здесь написали 4 метода. И мы сделали вот так. Вот, видите. То есть мы говорим здесь, ну, по сути, мы сделали какой-то подконтроллер, да, мелкий, который берет и распределяет. Вот. И он говорит, в свою очередь, о том, что когда вы обращаетесь, да, по какому-то URL, и если это Get-запрос, и у него в URL-строке в запросе есть Person.id, то это означает, что человек, да, который запрашивает наш контроллер, он хочет вызвать именно вот этот метод. ReadPerson. Он, в свою очередь, здесь нам передаст какой-то идентификатор, и мы вытащим конкретно одного персону и вернем ему в клиентскую часть. Если он, говорит, ходит к нам со слэш, слэш all, да, то это означает, что он хочет получить всех персон сразу, какой-то лист персон. Понятно? Вот. Теперь. Сула? Да. А вот эти вот, которые в кейсе, команды Person.id, слэш, которые, это имеет значение, какие они? Или они стандартные, или какие хочешь пишешь? Нет, нет, ты какие хочешь можешь прописать их. Это я просто Person.id назвал. То есть, ну, у меня уже, как бы, это контроллер Person называется, означает, что, по сути, он начинается должен с Person. Логично. А потом ты уже... Смотри, мы же, вопте, он вот наверху стринг какой-то, возвращаем же с этого, с реку... Вот. На двор, кому у тебя написано. Он что возвращает? Вот это? Вот выше, выше, выше. А вот это? Я из запроса, я из запроса вытаскиваю, по какому юрлу человек обратился? По какому юрлу? Ну, то есть, помните, я говорил, что из себя представляет юрл? Давайте я вам покажу. Есть вот такая... Это у нас получается... Что? Кто мне скажет? Это протокол. Протокол. Это протокол. Далее... Передача гибертекста. Да. Далее у нас идет, например, mail.ru. Это у нас домен. Правильно? А вот дальше идет юрай. Допустим, персон. Слэш. Ол. Это понятно. Я просто к чему говорю. Вот у тебя какую-то строку, он здесь возвращает, а потом мы свитчи ее сравниваем. И вот этот... Персон. Айди, вот это слово же там должно прилететь, чтобы он свитч понял, куда заходить. Да, оно и прилетит. Ну, я и говорю, вот смотри, когда человек из браузерной строки обращается по вот такому запросу, из его запроса, вот запрос сюда, по сути, прилетает, реквест. Я вытаскиваю вот это, вот эту часть я вытаскиваю. И сравниваю. Если он совпадет с этим, это будет означать, что нужно ему вернуть всех персон. Если у него будет в юрле написано ID, то это будет означать, что ему нужно ID одного вернуть, какого-то персону. То есть ты не всю ссылку запрашиваешь, а вот последнюю часть юрия, да, называется? Да. То есть в целом вот эта вся строка, это юрл. Ага. Получается, вот эту строку, мы, да, будем ее заставлять? Нет. Да, ты в юрле будешь ее вписывать. То есть в юрле. Или же не в юрле. Допустим, ты будешь ее вписывать, в твоем случае, ты будешь в свинге ее вписывать. То есть ты будешь говорить, допустим, HTTP, здесь у тебя будет localhost, просто ты обращаешься на локальную машину, да? Здесь у тебя будет порт 8080, правильно? Потому что Tomcat у тебя поднимается на 8080 порт, помните? Ага. И будешь говорить слэш персона, иди, и все. И вот это юрай у тебя, он заберет, когда человек какой-то обратится по этому юрлу, и возьмет ему, вернет вот примерно эти данные или эти данные. Все понял, а то я не мог понять, как поднять, что-то прилетит. Угу. Вот. Ну, то есть мы такую, по сути, подконтроллер сделали, который будет брать и на основе юрла ему, ну, давать какие-то методы определенные. Потому что если бы мы просто возвращали бы readperson, то, ну, как бы это не работало, да правильно, ну, нелогично работало, потому что у нас бы этот метод, он только мог бы вернуть просто одну какую-то вещь, либо по ID, либо всех сразу. А мы как бы сделали, чтобы он мог и то, и то, в зависимости от этого. Вот, я думаю, это понятно. Теперь вот здесь давайте теперь опишем как раз-таки сущность. Я сейчас подключу базу данных. Так, база данных, Postgres, Localhost User Postgres, 5, 4, 3, 3, 1. Вот так было. Здравствуйте. У меня есть таблички, да? Вот. А здесь, получается, нам нужно обновить ее чуть-чуть. Обновим ее. Магдефайна. Здесь добавим page int все. Здесь сделаем 2, 2, 4. Так. все, теперь персом табличку сделали теперь нам нужно сделать gtbc запрос вот в принципе мы здесь можем сделать вот так как мы это делали где у меня примеры были надо код открыть что это за проект был сокеты же были, по-моему, да тебе нужен класс этот gtbc да, я сейчас это, по-моему, не то это вот опять плохо слышите, Суббик сейчас не хочу, брат, сидеть, писать сейчас хочешь, я скину, у меня есть давай, скинь, этот класс хотя я уже все, по-моему, нашел у нас будет персон репозиторий и вот здесь мы, получается, сделаем еще одну вещь как utils utils ага здесь сделаем getconnection ну 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 я не хочу запрос сделать просто хочу connection так сделаем еще не сделаем правильный характер и срок 533 паблик сделаем пост 1 возьмем вот эту вещь подключим наш репозиторию здесь они в репозиторий и kills и сделаем добычу от на час get сделаем нет персом сделать просто по и дешнику он будет person person entity будет возвращать и он будет публичный здесь мы делаем connection connection здесь мы сделаем типа запроза здесь у нас будет connection . препарь statement он свою очередь возрасте а нет нам они стоит нам просто будет достаточно просто мы же просто где-то просто где-то будет где стоит внутри как он и кейс то есть стоит нам . экзекьют куэрри он резался на здесь будет select он он так all from person и и мы не сделаем резонцы дали мы здесь возьмем делаем и оттуда надо делать ваер на ваер тут препарствие флана так разрыв сделаем ваер где персом точка айди равно плюс плюс айди какой то здесь он будет принимать интегр и вот так теперь next тут сделаем персоны дети объект точка мать и сделаем так так . с 1 резался . get стринг будет мэй да меня слышно да я делал защиту от этого здесь мы получается взяли сформировали person объекта персона интима и его берем делаем ритерн ритерн персон что мы говорим перс найти же возвращайтесь персона нити внутри ифа взяли его наполнили и сделали ритерн персоны нити вот здесь если он не нашел на вот если он не нашел здесь то мы вот здесь ему говорим throw кидаем new exception скилл скилл эксепшен да почему так я а я здесь напишем например так напишем by person мы просто сказали если допустим он нашел его он его вернет без ошибки если же он не найдет он кинет вот эту ошибку и сказать что это там идите поэтому они не найден вот далее все мы описали один метод который возвращает просто персом по какому-то индификатору и здесь в сервисе где у нас идет рит персом по и и дешнику мы вызываем из person репозитория из person репозитория get person и передаем туда идти он в свою очередь нам возвращает ошибку мы его выкидываем мы ее берем выкидываем езда делаем иначе будет return здесь мы делаем person entity в реперсоне мы делаем person entity все ему возьмем туда в клиент выкинем ошибку типа блин что-то не получилось он возьмет эту ошибку с клиентской части посмотрит и увидит что там не сохранилось в целом это по-другому обрабатывается но я сейчас не хочу на этом время заморачивать теперь здесь мы просто берем и делаем return ну здесь не return надо взять здесь нужно его взять этот entity преобразовать в dto отсюда entity же возвращать это означает что мы вызываем наш а он нам здесь обработать обработаем окей вот здесь ты иди мы возвращаем пинтики нам пинтики нужно конвертировать в dto означает что мы вы сами person mapper говорим mapper entity to dto маппим этот entity в dto это у нас получается что у нас получается person dto dto и далее мы говорим person dto здесь вот три поля нам нужно dto преобразовать строку и эту строку вернуть в output стрим то есть как мы до этого делали помните вот здесь print в райтер был у нас а вот на print в райтер точка респонс get в райтер так где-то райтер да здесь мы говорим print в райтер print в райтер в райт и здесь мы сделаем типа нам нужно конвертировать dto теперь в джейсон и вернуть означает мы говорим person mapper mapper dto to json передаем туда dto и все вот одна ты готова то есть ну что происходит когда человек зайдет да к нам в программу из обратиться по этому юрлу у нас вызовется сервис вот этот у него передаться а иди один это я сейчас поправлю то есть чтобы передавался нормально иди вот далее он берет сюда заходит отсюда он идет сюда отсюда он идет сюда вот здесь он берет обращается в базу достает этого person entity создают из него объект возвращает его обратно в сервис и сервиса возвращает обратно в контроллер из контроллера берет маппит в dto и из dto делает его джейсоном и возвращает в клиент как строку понятно сюда дорожка ну то есть целом вот непонятно и как непонятно переварить надо как это запомнить теперь я покажу куда это уходит сейчас теперь смотрите я один момент здесь не сделал то есть нам нужно еще сделать такой маппер который будет делать из листа entity в лист dto то есть понятно то есть если мы допустим person all хотим вызвать это означает что это массив будет да вот и а для массива как вы знаете нужен свой маппер потому что массив массив маппить чуть сложно что много их по одному маппить это неправильно поэтому ладно с этим мы сейчас разберемся в целом я сейчас получается запущу сервер и вот эту api и он у меня должен вернуть с индификатором один кого должен вернуть у меня вася васильев 22 года окей поехали так как нужно билд делать мы заходим малым очищаем чтобы это старая пропала потом берем говорим инсталл он берет собирает новую тем не собирает новую запускаем сервис сервер точнее а но он вроде как собрался но он не отработает и вот этот момент я пока не знаю почему он именно так не через айдию собираем он почему-то не отвечает поэтому нам приходится чуть по-другому делать так у нас получать когда мы зайдем сейчас покажу значит что нам тонко от сервер понятен за консоль с тем где да лс заходим cd идея project папка блин вот сюда и тут gear дали нам нужно зайти в талбук и бэкэнд нет нам не в бэкэнд нет нам не в бэкэнд куда я зашел с чем талбук не нужно в апатчи зайти вот апатчи это сервер контейнеры да там ну то есть апатчи это как бы про него рассказать это библиотека которая может на каком-то порту развернуть ваше приложение вот вам например важен и вы через когда через main запустите да к примеру у вас же не будет например по какому-то порту вы делаете запрос и попадаете в мейн такого же нету правильно что по юрлу братья обращаться на какой-то порт и попадать ваш в мейн вот такого нету поэтому для этого нужен томкат который возьмет в ваше приложение на ком-то порту развернет и вы когда по юрлу обращаетесь на этот порт на этот сервер да на эту машину на котором развернута томкат он именно обращается в ваше приложение ваш контроллер вот том томкат в целом нужен для того чтобы развернуть Store приложение на какой-то порту нас ресурдове нам и чтоб когда вы обращаетесь по Parte потом ты юрлу чтобы он отличал ну помимо этого всего там есть логи и ну там очень много вещей разных нужно понимать что он нужен нам чтобы развернуть на ком-то порту приложения заходим бин и в этой директории разные файлы чтобы стартануть сервер выполняется команда стартапы саш чтобы уронить шатдауны саш он берет поднимает сервер или роняет вот сейчас нам нужно посмотреть апач мы просто подняли есть здесь apache вот он в веб аппсе в рут у нас лежат наши файлы они получаются я сюда сам закидываю это вот как раз таки наше приложение в котором что есть то есть мета-информация есть веб-информация мета-информация принципе здесь какие-то конфигурации то что он на мавы не рассвернут всякие property это я сейчас объясню что такое property то есть какие-то property и так далее в общей конфигурации в веб-инфе лежат как раз таки классы наши скомпилированные видите у нас ютил добавился здесь класс компе сервисы репозиторий всякие вот это все здесь уже лежит получается наша часть так называемая кода который мы написали в либах лежать наши библиотеки gson который мы используем и postgres для для обращения через gdbc ну то есть я думаю это понятно вот теперь мы поднимаем сервер и посмотрим что получится вот сервер поднимает и что-то произошло а я кажется понял произошло следующее у нас этот сервер поднят точно типа я и здесь сервер поднял на 880 порту и там пытаясь поднять но этот сервер когда я поднимаю почему-то он у меня не работает я это разберусь я пока не знаю в чем проблема поэтому я его уроню этот сервер я вообще поднял этот сервер для того чтобы он мне взял в эту папку root закинул мои данные все я его уронил как бы он помимо того что он поднимает да он поднимать и он еще берет проект который у меня собирает его и отправляет туда в apache контейнер вот просто получается и он как бы поднимается но все равно по юрлам я как тучу юрлы не просто ну то есть не работают поэтому он как бы отправил вот эту варку туда распакованную и я его удаляю ну то есть я его не удаляю роняю теперь здесь я поднимаю и он должен подняться у меня вот видимо поднялась и он говорит что типа starting protocol handler типа на 8080 порту поднял ваш сервер поднялся за 815 миллисекунд здесь разные конфигурации описаны и так далее то есть какие-то но я думаю что это особо важно самое главное надписью видите все вот теперь мы заходим сюда и стучимся на localhost порт 8080 персон а иди и он не отработал почему финику им когда не дал ничего не отработала я сделал вроде как сейчас видимо касту знаю в чем дело но тоже это слышно и сделал это не имеет возможно имеет делаем мой флаж ему делаем и клоус и музея не клоус нами на флаг сейчас система принт общем я отобразил он не отобразился давайте так посмотрим это у нас черта косить весь свет респонс торн джейсон возможно где-то у меня ошибка произошла мама по ходу вот из-за этого из-за того что я не сказал что я буду возвращать типа джейсон возможно когда я просто как говоришь крыс он же у нас нет чё гс он не джейсона гс он не не нет это джейсон просто библиотека гс он называется но по сути формат только джейсон есть гс он формата нет просто библиотека гс он называется то есть не путать хорошо библиотека называется гс он потому что ее сделал google для джейсона короче из-за этого не как бы совместили эти два слова и получился гс он google сон типа ну типа в общем на джесс на гс он не обращайте внимание формат есть только джейсон все давайте попробуем перезапустить сейчас я уроню здесь сервер а смотрите почему-то я пир по person айди пошел по person айди пошел а он мне взял и вернул всего лишь слышь person а давайте по ром контекст пав а и 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 я и mount clean вот видите в чем прелесть javascript а то что этого всего не нужно делать но на самом деле на спринге уже это тоже намного проще но все равно каждый раз на спринге нужно будет перезапускать компилятор ну то java быстрее работает скомпилированный код уже компьютер быстрее понимает еще раз собрался и блин он что-то он неправильно пересворил то же самое пока походу надо цена походу надо удалять значит может домен надо купить не поменял мне не за меня просто этот я походу инсталл да не нажал из-за этого домен покупать храна нам хорошо и плохо он появилась здесь поднялась чем так нул дед пирсом 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 теперь понятно почему не работает потому что нужно найти короче где какой метод возвращает пирсом слышь персон слышь персон слышь айди блин а вот обед на на по-любому я забыл еще поменяю быстренько это не страшно я думаю там сейчас ко мне записываться я недорого беру давайте часов давайте здесь минут потом я выдам тебе сертификат английский не берешь до из гетто я брат вам не надо хочет сделать поработать пока найдите мне метод который вернется полный юрал сейчас я быстро перенакачу сервера блин там быстренько быстренько даст на и